Мы живем вдвоем с мужем. Бросила профессию и ушла в рукоделие. Это мне муж делает. Это муж делал. Это вот основу муж делал. Жалко тратить времени на то, что может сделать, например, муж. Делала коллекцию корзин, наняла СММщик. Я расстроилась на полгода. Сколько стоит? У меня всегда очень дорого. Высшее качество. Она поплеснела корзина. У меня только один кухонный стол. Ого, да у тебя тут целый запас. Какая у тебя прикольная корзина. Я про стиль. Друзья, вы только посмотрите. Тут деревяшечка. Мой муж не зарабатывает столько, сколько я могу потратить на свои хобби. Но я себя сдерживаю. Беру деньги. Я для этого ушла с работы. Вам никто же не скажет, что вы дура. Образцы веревок. Это я тоже сама делала. Очень нравится. Выглядит супер. Как красиво. Оля, сразу для бездетных. Я задаю бестактный вопрос. Всегда люблю порядок, но я его редко делаю. С 22 октября по 11 января Гелару приглашает на свой творческий юбилей. 25 лет в среде рукоделия. Отметим праздник вместе, не выходя из дома, в онлайн формате. Бесплатный вход для всех творческих людей. Среда рукоделия – это уникальная возможность познакомиться или узнать больше о любимых творческих брендах по вязанию и вышиванию, шитью и творчеству, таких как Адди, Катя, Милхилл, Крейник, Мария Искусница, Свайгард, Пермин, Хемлайн, Метлер, Эвко, Софиса и многие другие. В эти дни вы сможете посетить виртуальный выставочный стенд с новинками и шедеврами на сайте gelov.ru. Среда рукоделия проведет для вас прямые репортажи из шоу-румов и производств в Германии, Швейцарии, Испании, Америке, Франции и Дании. Только в нашей среде рукоделия – онлайн-встречи с блогерами и дизайнерами, онлайн-выставка вышитых работ, онлайн-ярмарка суперновинок, праздничные скидки и аукционы, необычный флешмоб-мастер-класс с дизайнером из Испании. Участвуйте в наших конкурсах, розыгрышах и Gela Challenge. Два с половиной месяца прямых эфиров для всех любителей рукоделия и бизнес-партнеров Gela.ru. Чтобы получить подробное расписание и вовремя подключиться к трансляции, регистрируйся на наше мероприятие уже сегодня. Это твоя среда рукоделия, и мы ждем тебя с 22 октября по 11 января. Живи в объемном мире! Привет, друзья! Я хочу разыграть для вас одно из своих изделий. Для того, чтобы его получить, смотрите внимательно ролик. В одном из моментов я расскажу, что это будет и что для этого нужно будет сделать. Раз, два, три! Привет, друзья! Мы сегодня в гостях у Оли. Она занимается джутовыми корзинами, плетет макраме и перекрашивает мебель. Привет, друзья! Все супер! Класс! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У Серафимы очень много классных героев, много рукоделия. Всему можно и научиться, и перенять опыт, и просто вдохновиться. Подписывайтесь, колокольчик, лайки, и все! И вперед! Оля, огромное тебе спасибо! Расскажи немного о себе. Меня зовут Оля, я живу 10 лет в Санкт-Петербурге, приехала из Беларуси. По профессии я парикмахер, и всю жизнь была парикмахером. И вот несколько лет назад я бросила профессию и ушла в рукоделие. Ушла с головой. Я занималась, изначально мне нравилось заниматься только джутовыми корзинами. Вы увидите, у меня они по всему дому. А потом, со временем, я добавила еще и макраме корзины, и технику, точнее, макраме и корзины. Это и декор, и панно, и подушки, и плед из муслина я шью, и новогодние украшения, и подделки из бумаги. В общем, я много чем занимаюсь, мне очень нравится. Где-то я обучаюсь сама, где-то прохожу мастер-классы, если чего-то не понимаю. Ну, в общем, моя тема сейчас – это домашний уют и экология. В основном у меня джут, дерево, хлопок, бумага. Я не люблю синтетику, и у меня даже шторы хлопковые. В общем... Да, даже шторы хлопковые. Слушай, у меня синтетические, фу. Ну, я брала тогда самый дешевый в Икее, все хочу на лен поменять. У каждого материала есть своя энергетика. И я люблю защищать дом, всякие обереги, мне нравятся женские практики. Это очень взаимосвязано. Подожди, ты второй человек, который у нас в видео, говорит женские практики. Я вообще... Вот это сейчас тема какая-то популярная? Скорее всего, это популярная тема, потому что этим много кто занимается. Но я занимаюсь по зову души. Ну, я сразу скажу, друзья, я в этого все не верю, но я не вижу в этом ничего плохого. Вернемся к рукоделию. Да, я сделала коллекцию корзин. И у меня был печальный опыт. Так. Со мной не случилось монетизация моего хобби. Хотя отклик был вот у моих знакомых. Я думала, может быть, это нравится только мне одной. Но нет, всем нравилось. Я смотрю тренды, джут, корзины, организация. Это все прям тренд. Я думаю, боже, а что не так? Хотя у меня был профессиональный подход. Я наняла СММщика. У меня был фотограф профессиональный. Очень крутые фотографии в фотостудиях Санкт-Петербурга. Я начала работать в магазине Эти. И у меня вообще ничего не случилось со мной. Я расстроилась на полгода. А может быть, больше. Мне кажется, я год просто не понимала, что мне поменять. Я была в депрессии. И потом у меня опять начались силы. Я подумала, надо делать все самой. Без СММ, без таргетинга. В общем, мне не было никакого выхода. Я думаю, я буду делать просто, как я чувствую. И я вот недавно начала. Вот буквально недавно. Вернулась обратно в рукоделие, да? Да, я вернулась. Я в рукоделии всегда, но я делала на подарки, там, себе. А ты вернулась именно с целью заработка? С целью заработка, да. Я хочу, чтобы мое хобби как-то монетизировалось вообще. Оля, мы тебе все это хотим пожелать. Ой, спасибо большое. Невозможно всю жизнь прожить просто обычно, без того, что тебя зажигает. И я как-то спросила у мужа, чем он хочет заниматься. Он сказал, организация туров. Я говорю, давай я тебе помогу. И мы начали организовывать сноубордические лыжные туры. А я занимаюсь хендмейдом, и мне нужна тоже помощь. Например, вот такие основы делать, деревянные. Это мне муж делает деревянную основу сам. Ого, Оля, как аккуратно, боже ты мой. А я уже оплетаю. Или там из картона он мне делает основы. Он мне очень помогает в этом. Это вот здесь, да, который? Да, да. Корзинки. Оль, ну давай подробнее о рабочем месте. Расскажи, где она находится. Мы живем вдвоем с мужем. У нас двухкомнатная квартира. Раньше это была наша спальня. А сейчас это наша мастерская и гостиная такая. У нас есть зона телевизора, где я и работаю. В общем-то, вот тут я работаю. В будущем вот здесь будет мастерская. Я делала ремонт. Я, кстати, делала ремонт сама. Да ты что? Это вот эти прикольные стены такие сфактурные. Это ты сама сделала? Да, да. Этот ремонт, я, у меня тоже фишка делать ремонт. Я делала все сама, все стены, пробку. Ну, муж, конечно, чуть-чуть помогал, но фишка моя была в том, чтобы сделать все самой. Я не знаю. Ой, какая ты молодец. Может, это отклонение, но мне нравится все делать самой. Почему? Тоже сплетена мной из тончайшей нитки. Оля, какая прелесть. Я месяц сплела. Подожди, ты еще и нету, прекрасно. Открой, покажи, что там у тебя. Там косметика, мама дорогая, надо будет вырезать. Там не сделано. Ой, да ладно, у тебя порядок. Нет. И как ты внутри еще хорошо покрасила? Да, да, есть, конечно, косячки. Я забыла замазать дырки. Ну, это следующая. Слушай, я бы не замазала. А ручка у тебя, ну, покажи, как крутая ручка, друзья, смотрите. Я тоже сделала сама. Это белая под макраме ручка. Вот это джут тоже. Ну, вот мне, чтобы в одном стиле все было. Ты знаешь, за рехом такие продают, дорого стоят. А тебе сколько обошлись? Не знаю, может быть, рублей 50. И мое время. Круто, очень классно. Слушай, и кашпо у тебя здесь какое-то необычное. Это муж мне сделал вот обрамление, вот это кашпо, деревянное. А я вот подвесила цветочек. Оля, ну ты прям вообще рукодельница. Мы с мужем классные, да? Ну, конечно, муж тоже молодец. Да, еще свечи я сделала, свечи. Подожди, ты сама сделала свечи? Да, я очень... Кстати, Алина... Алина, вот сейчас мы, кстати, расскажем, да, у нас Алина есть героиня на нашем канале, которая делает свечи. Да, я с ней познакомилась и ходила к ней на женские круги. И я хочу у нее взять курс по обучению свечам. Вот мне нравятся вот такие восковые свечи из вощины. Она делает. Я у нее хочу взять курс. Алина, которая сама недавно прошла курс, она уже пишет свой курс, получается. Да, она уже продает. Оль, ну у тебя два, да, рабочих места как бы. У тебя здесь диван как бы релаксный, когда ты плетешь и смотришь всякие мультики. Да, я сажусь вот так, я сижу, плету или еще что-нибудь делаю. У меня вот здесь рабочее место, но в будущем я хочу, конечно, мастерскую сделать вот там, на месте шкафа. Но мне еще не придумать. Мне еще... Вот, здесь у меня основное рабочее место. Я могу прямо на диване или на полу я убираю коврик, что-то делаю, что мне нужно. Либо весь пол я вот елки, например, если мне нужны. Подожди, а что ты елки-то поставила еще рано? Ой, ну я их делаю уже, вот у меня 10 елок, я их потихонечку делаю. Заранее уже готовишься? Да. И я еще керамикой занимаюсь, вот такое вот битое стекло. Ты ходишь куда-то на курсы, да? Я уже курсы закончила, я коворкинг беру. Ты сняла местечко в мастерской и туда иногда приходишь и лепишь. Да. Как классно. Это очень интересно. У меня посуда вся. Пойдем сразу посмотрим. Посуда пойдем. Оль, ну ты такая молодец. Слушай, ты себя не ограничиваешь каким-то одним видом рукоделия и пытаешься пробовать везде. У меня как раз вот, я не знаю, это проблема или наоборот это счастье. Все, что я вижу красивое, я не хочу это купить, я хочу это сделать. Это вообще все. Все, и мне интересно, пожалуйста, шить, мне интересно. Но я не профи в шите, но все-таки мне это нравится. Я шью пледы из муслина, я такой кайф ловлю, и мне не хочется покупать плед из муслина. И стоить он будет, может быть, и дешевле, а может быть, столько же. Но мне хочется сесть и полдня его шить. Оль, ну я знаю, что ты не одна такая. Часто у нас в комментариях зрители пишут, что им хочется всем заниматься. Они пытаются все и то, и то, и другое делать. И когда они встречают какого-то героя, который не только одним видом рукоделия занимается, но и другим, они очень радуются. Это круто. Я думаю, что ты сейчас найдешь себе подобных. И вообще создавайте какой-то комьюнити. Да, это нужно создать. На самом деле это очень круто. Я слышала такое мнение, что если ты делаешь все, значит ничего, неправда. Ты должен быть узконаправленным. В этом ты будешь профи. Нет. Но это если ты хочешь заработать денег. Да, но если тебя прет от шитья, от макраме, от глины, от цветов и от ремонта, ты, и не важно, девочка ты или мальчик, делай это. Получай удовольствие. Не надо быть узконаправленным. Делай, раскрывай в себе все способности. Конечно, да. Оль, ну у меня еще, сейчас мы посмотрим, у меня еще сразу просто вопрос возник. Но тебе надо работать или нет необходимости? Ты можешь быть домохозяйкой, не зарабатывать. Финансово? Да. Надо. К сожалению, мой муж не зарабатывает столько, сколько я могу потратить на свои хобби. Это очень, ну, у меня всегда очень дорого. Но тебе надо заработать на хобби, да? Мне бы хотелось, чтобы не только был круговорот на ниточки, на веревочки. Я бы хотела, конечно, там, позволить себе, если у меня получится, было бы здорово, если бы я могла себе позволить чуть больше. Мне это нравится, что если я что-то делаю, это приносит удовольствие не только ментальное, но и финансовое, потому что денежки можно потратить на массаж, когда у тебя, например, спина болит. Я бы хотела зарабатывать чуть больше, чем просто наоборот. Ну, и муж не зарабатывает так прям очень много, что... Давайте мужа сразу, друзья, здесь похвалим, потому что он тебя поддерживает. У нас есть трудности, и финансовые бивают, у нас ипотека, всё как у всех, но он так радуется, когда я сижу и что-то делаю. Он приходит, уставший с работы, а я дома плету. Он так радуется, он меня поддерживает во всём. Он устал, но он будет делать мне коробку, потому что он знает, что мне нужно. Да, это любовь и полное поддержание внутреннего порыва другого человека. Это важно. Ну ладно, давайте прик тарелочкам. Моя посуда, которую я делала сама. Вау, Оля! Они все разного цвета, я не смогла определиться с цветом. Олька, классно! Это такой подносик, я сюда колоду булочку, кофе ставлю и ухожу на диванчик плести, и вот мое такое место. Оля, какая ты молодец! Я ведь так и не решилась сделать ни тарелочку, ни кружечку. Почему? Я подумала, меня это будет отвлекать от моего основного дела. Да. И вот, да, как красиво. Не знаю. Боже мой. Вот у тебя здесь машинка, да? Рабочее место. Ты иногда себе здесь устраиваешь творческий уголок. Если мне нужно шить, я шью здесь, потому что у меня стола пока нет другого, у меня только один кухонный стол. Я могу стол разложить, ну, если, например, мне нужно ткань большую расстелить, а если нет, я вот просто сажусь здесь, в уголочке, и шью на кухне. Ну, на кухне я только шью, потому что здесь есть стол. Ты за машинка у тебя такая миленькая, такая милашка. Жена моя, малюшка такая, да, мне ее подружка подарила. Класс, какая молодец у тебя подружка. Ну, есть в ней косяки, но я вот хочу вызвать мастера, чтобы он мне эту строчку зигзагом поднастроил, потому что она очень часто шьет, а мне нужен, наоборот, редкий зигзаг. Вот, я думаю, если это можно перенастроить, то перенастроит, потому что я корзины еще на ней шью. Так, корзина, это вот, мы тут немножко кусочек ты собирала, да? Это начало, да, это донышко, это хлопок. А, это хлопок, да. Вот смотри, в уголочек можешь перевести. Это вот это, вот для хранения полотенец у меня. Вот это я шила сама. А, вот эти корзины делаются из вот таких вот шнуров, из жута, да. Я хотела пошить высокую корзину для белья, но у меня не хватило джута, и я его попозже куплю. Не знаю, я ее дошью высокой или нет, пока она у меня вот хранит мои эти витаминчики. Это вы тоже сделали? Слушай, это вот корзина, я их, эти коробки заказывала из фанеры под джут, и они оказались очень тяжелые. Я оплетала их джутом, и потом я поняла, что мне нужно все-таки на толстый картон переходить, чтобы они не были тяжелые. Потому что они неподъемные. Слушай, а толстый картон, он как по износа стойкости? Ну, его, конечно, нельзя во влажные места. Вот у меня есть, у меня балкон очень влажный, и у меня одна поплеснела корзина. Я буду, я хотела универсальная корзина сделать, чтобы можно было ставить и на балкон, и все такое. И вот поэтому я заказала из фанеры. Но я поняла, что они очень тяжелые. Лучше все-таки плотный картон, он реально как фанера. Если там 7-слойный, 5-слойный, но он легкий. Значит, я буду предупреждать, что во влажные места нельзя, потому что она поплеснеет, и сгниет. Как ты это называешь? Это твой оазис? Да. Живая стенка. Это моя живая стенка. Я заказывала из дерева вот саму основу у мастеров, которые делали мне елку. Но она была неустойчивая, и муж мне ее доделал. Делал мне по периметру, и она стоит устойчивая, и здесь вот тяжелая. И вот эту штучку он мне поменял, и теперь у меня тяжелые цветочки. Она прям немножко прогнулась, но висят красиво. Они типа отделяют зону зала от мастерской, которая потом будет там, мастерская у меня. Может быть, я ее даже сделаю до потолка, но мне тут много еще там люстру нужно поменять. В общем, много у тебя переделок впереди. Дел много. И вот кашпо все эти ты сплела сама? Да, все эти кашпо вот я плела сама. Вот это вот двойное кашпо. Здесь два цветочка сразу, и ниже висит вот. А что лучше для кашпо, джут или хлопок? Вообще не важно. Просто что тебе подходит по стилю квартиры? Это хлопок же может быть цветной, и джут может быть цветной. Просто мне нравится джут по текстуре. Подожди, цветной джут? Серьезно, есть такие? Да, вот я тебе покажу. Я сама, правда, красила? Ого, да у тебя тут целый запас. Ну-ка, доставай. Ой, что-то у меня там зацепилось. Ой, да. Да, да, у меня тут запасы. Вот, смотри, я красила это сама куркумой. А, ты сама красила. Нету в магазинах цветного. Смотри, я покупала. А, вот, слушай, я первый раз встречаю цветной джут. Так, сейчас, надо найти его. Ну вот, это цветной джут. А, вот он, да. Маленький, но есть и толстый. Но я думаю, что его не красит в магазинах. Я думаю, что мастера сами красят. Квасцами, чем-то там, я не знаю. Что, что? Какие-то квасцы существуют, я даже не знаю, что это такое. Друзья, кто знает, пишите в комментариях, будем вам признательны. Да, есть люди, которые красят ткани. Я думаю, что этими же красками можно красить и джут, и хлопковую верёвку. Ну, хлопковая верёвка цветная есть, а джут надо самим красить. У тебя джут специальный? Ты его покупаешь в специализированных магазинах для плетения? Или можно в строительный пойти и найдёшь? Ранее я покупала в магазине, он в строительном, мне кажется, в строительных магазинах джут может быть не совсем качественный. Ну, хозяйственных тоже, да? Да, но там может быть разный, но там нет маркировки какой-то джут. Я, например, покупаю, я знаю, что это высшее качество. Был раньше магазин, назывался он Эко-джут. Он и сейчас есть, но у них продаётся только вот такая вот верёвочка, да, верёвка-то, по-моему, или шпагат, шпагат это называется. Вот, а мне нужна верёвка такая, вот у меня ещё есть. Толстая тебе нужна. Да, вот у меня есть. Какая у тебя прикольная корзина, о боже мой. Вот я их делаю сама, у меня вот всё гранили. Подожди, я сейчас тут все твои цветочки, можно я чуть-чуть отодвигаю? Так, вот у меня ещё есть джут, вот видишь, он разного размера. Слушай, у тебя прям как рыболовная сеть тут такой. Да? Этот, да. Ну вот, на самом деле я раньше покупала большую такую огромную бобину, там 50-килограммовую, но сейчас не знаю, где купить. Вот в этом магазинчике в моём любимом больше они почему-то не возят. Что-то у них проблемы с пандемией, я внесла какие-то коррективы в их работу. Вот у меня вот два разных джута. Давай рассказывай, а что ты хочешь? Вот есть 4 мм джут, это для круглых корзин, которые я шью на машинке. А вот это 6 мм, из этого я делаю вот эти корзины все. А вот это у тебя как получается узор? Ты его приклеиваешь или как-то вплетаешь? Ну что, приклеиваю. Наклей пистолет. Это, конечно, не совсем экологично, просто это так красиво, что иногда, я думаю, красиво или экологично делать. Конечно, кто следит за экологией, я рекомендую какие-нибудь шитые корзины, кашпо, вот как у меня есть круглые, либо плетёные из макраме, это всё и дерево, и хлопок разлагаются. Но если хочется красоты и не сильно ты следишь за экологией, то можно использовать вот такие корзины. Красивые корзины, Оля, у тебя золотые ручки, да, и так стильненько всё, хорошо смотрится. Вот для меня это важно, это тоже, наверное, профессия парикмахера, именно общий стиль, чтобы был. Я про стиль. Вот, смотри, что у меня ещё. Вот это у тебя прям необычные какие-то беленькие. Вот эти? Вот это вот макраме, это которые из хлопка плетутся, это вот основу муж делал, вот. Какой молодец, давайте опять похвалим мужа. Да, это у меня подушки для макраме, это я сама шила подушку из хлопка такого. Ты будешь её обвязывать, что ли? Да, ну вот. Как наволочку, да, ты будешь делать? А это и есть наволочка, да. А, пришивать сверху как бы, да? Да, это плетётся отдельно, а потом пришивается, вот. Красиво смотрится. И вот так. С вышивкой сочетается здорово, мне нравится. Да. Да, мне кажется, всё рукоделие друг с дружкой сочетается. Вот у меня здесь у меня хранятся, значит, подушки. Слушай, а вот эта вот корзина, это ты придумала, или это у вас какой-то есть уже разработанный способ создания? Знаешь, что я увидела где-то когда-то, где-то я увидела, на Пинтересте, наверное, и мне так понравилось. Я ещё тогда не занималась макраме, я подумала, что вот как только я там пройду какие-нибудь курсы макраме, я обязательно сплету себе такую корзину. Ну и вот, я прошла, потом я забыла, а потом вспомнила про корзину. Оля, друзья, вы только посмотрите, тут деревяшечка. Это у тебя Дрифтвуд? Да. Здесь я уже вижу эту красоту, это из Ставрополя, а туда нужно ехать. Зачем? Я из Ставрополя. Ставрополь на... Где? На юге. Это же не просто шишки, да? Это шишки, которые с воспоминаниями о том месте, где ты была. Да. И вот даже пускай вот какая-то вот эта маленькая коряжечка, но я представляю, когда ты берёшься за неё, чтобы вытащить корзину, ты сразу вспоминаешь то место, где ты была. Я вспоминаю тот день, как я их собирала, как я их вот так вот в футболке несла в отель, потому что у меня не было рюкзака, не в футболке, а в платье. Их было много, я не могла остановиться, и уже был закат, и я не помню там какое-то что... Я всегда вспоминаю этот день, как только вижу эту палочку. Ну и вообще путешествия свои вспоминаешь. Боже мой. Там у меня ткани. Ну у тебя всё в такой спокойной цветовой гамме. Да, да. Даже не знаю, с чем это связано, видимо, с тем, что у нас на улицах так много рекламы всякой цветной и всяких баночек. Мне тоже навесит, я вообще не могу ходить. Просто в Белоруссии рекламы почти нет, чтобы вы понимали. Ярких каких-то таких вывесок нету. Вот. И мне всё-таки нравится пастельная спокойная цвета. Всё, что меня может отвлекать, мой взгляд, только зелёные листья моих цветов. Но они мне нравятся. А реклама нет. Ткани у меня я использую вот для внутренности. У меня получается здесь джут, а внутри лён. Видно? Да, видно. Ты обшиваешь, чтобы было приятненько внутри. Да, да. Чтобы не картон был, а вот лён. Его можно спокойно чистить щёточкой. Вот. И у меня ещё есть хлопковая корзина. Я потом покажу. Там хлопок внутри вот такой вот. А что там ещё у тебя? У меня ещё там синтепон. Это и лён. Лён вот этот, который в корзинах из джута. А синтепон это... Это я стираю и смотрю, как они намяты, что с ними происходит. Ну, тестируют ткань. Вот. И у меня лежат эти кусочки. И у меня ещё тут... Ну, хлопок-хлопок, ткани-ткани. И синтепон, который я в подушке... Так ты сама подушки делаешь. Да. А, вот это да. Оля. Молодец какая. Слушай, сколько у тебя свободного времени? Я для этого ушла с работы. Оль, а вот за цветами как ты? Ухаживаешь? Тоже много времени занимает? Да, ухаживаю. И иногда, мне кажется, я за ними слишком сильно ухаживаю. Много времени, правда. Вот там полить. Я недавно им душ делала. Всё занимает много времени. Но вы не представляете, как уютно. Конечно, с цветами очень здорово. Да. Мне нравится. У меня дома, ты поверишь, ни одного цветочка нет. Они все подыхают у меня. У меня тоже, кстати, много подыхает. Много. Я плачу. Вчера вот один даже убрал. Ты его, это... Слишком много заботы на него потратил? Наверное, да. Вот это да. Слушай, у меня подыхают наоборот. Просто мне некогда. Я, кстати, так и не определила, что я делаю не так. Оль, вот ещё расскажу. Это такие интересные две пробковые досочки. Здесь одна и здесь. Это ты наклеила, получается? Купила? Пробковая доска такая или что это такое? Рассказывай. Зарядь, здесь ещё хлопок. Да, это прелесть просто, да. Да. Я вот с этой стороны давай встану. Тут цвет получше, чтобы тебе было видно. Поближе вставай. Давай и расскажи. Изначально, когда вот до ремонта, я сразу запланировала две пробковые доски, потому что я люблю всякие карты желаний, вот всякие записочки, вот всякую там календарики вешать. И мне некуда было вешать. Я просто на обои с иголками. И я задумала ремонт и сказала, конечно, у меня будут максимально большие две пробковые доски. Вот мне интересно, как они сделаны. Это что? Ты прям купила полотно такое пробковое? Да, я купила полотно. Это из трёх штучек состоит. Вот видишь шов здесь? Ага. А где ты купила его? Вот где-то я в интернете нашла и купила потолще, 6-миллиметровый. То есть не в строительном? В строительном я не нашла. В строительном очень тонкая пробка, а мне надо было, чтобы иголки втыкались, потому что в тоненькую нет. Вот в каком-то интернет-магазине я нашла, вообще даже не помню в каком. Оль, ты сказала, карта желаний у тебя тут есть? Здесь нет, потому что мне не хватает идеальная карта желаний, которую я хочу. Её здесь нет. У меня просто есть какие-то там надписи, а я ещё хочу с картинками. Ага. Что ты у тебя тут такое рассказываешь? Это образцы верёвок, потому что я ещё не сильно разбираюсь. Я заказываю верёвки, они всегда разного качества и разные по толщине. Даже если ты заказываешь там 3-миллиметровую верёвку, а нам бывает 3-миллиметровой, но похожа на 4-миллиметровую. Вот, и я вешаю, чтобы потом производить, не производить, а когда я там пишу девочкам, которых я покупаю, я говорю, у вас такая верёвка? Или там, отснимаю прям кусочек. Они говорят, нет, у нас там другая. Я говорю, а, ну такая другая мне не нужна. Вот, это вот мои образцы, которые я вот, всё, что я заказывала, всё, что мне понравилось или не понравилось, я прям здесь, потому что забывается. Потом я думаю, а где я, а что я, поэтому я сразу повесила. Классно. А это у тебя что, зачем тебе бумага крафтала? Это у меня бумага. Мне нравится вот упаковывать мои изделия, когда я продаю в бумагу и завязывать жутом, как раньше. В советские времена у меня мама продавец, и они вот такую бумагу продавали что-то и запаковывали в такую бумагу. И мне так нравится это. Я её, значит, мну вот так, чтобы текстура появилась, завязываю тем самым жутом, и всё, и вручаю покупателю. Очень здорово. Минималистично и экологично, и стильно, потому что, ну, подходит под цветом. Это мои будущие доделки. Так, вот давай как раз-таки, очень интересно, Оль, посмотреть. Подожди, а что ты её? Там так удобно она стояла. А, да? Ну да, просто посмотреть, тут же очень интересно, как ты, получается, края, боковины друг к другу соединяешь. Это у тебя ткань? Да, это ткань, это муж сделал, это он до такого додумался. То есть это всё муж склеил у тебя? Ничего себе, у тебя рукодельник-то. Ой, вообще, он, кстати, в себя не верит, а я ему говорю, у тебя получится, и он делает, и получается. То есть ему пришлось, заставила? Да, да. А ты почему сама не сделала и не поняла? Мне просто нужна помощь иногда, мне не хватает. Просто декор я могу сделать. Муж не может сделать декор, поэтому мы разделяем обязанности. Я делаю декор, то, что могу делать только я, а муж мне помогает там, ну, в таком, что затратно по времени, например. А подожди, а куда у тебя время? Время. Ты куда-то на выставку это везёшь или что? Я, например, вот в магазинах, у меня в двух магазинах есть мои изделия. А, ты продаёшь в магазинах. Подожди, вот об этом-то мы с тобой и не поговорили. Как интересно, рассказывай. Ну, я вот только-только-только недавно отвезла, поэтому у меня ещё продаж не было, потому что это вот неделю ещё буквально. Потому что некоторые вещи делаются долго. Ну, то есть мне жалко тратить времени на то, что может сделать, например, муж. Вот он сделал мне такую, здесь сделал он тоже всё закрепил, здесь фанера он укрепил. Ну, мы пока пробуем, это такой пробный вариант, фанера, чтобы здесь ручку делать, чтобы ручку сделать. И когда ты вытаскиваешь, тяжёлая, так как она большая, по-любому там будет что-то тяжёлое, ты вытаскиваешь, чтобы не вырывалась ручка, ну, то есть вот крепление такое. Вот, и он укрепил полностью. То есть я думаю, что это даже не нужно, но мой муж делает так основательно. Да, в общем, молодцы. Ну, у вас прям целая разработка, Оль. Да. И ты сейчас показала на весь интернет. Обалдеть. Ну, берите. Не жалко. Оль, вот как ты пришла к тому, что сдавать свои изделия? Ой, как? Мне... Так, сейчас вспомню. Написали. Да, тебе предложили. Мне девочки написали вот из этого пространства лепота, не хотела бы ли ты, а у нас, нам понравится изделие, я, да, я им отвезла. Ты молодец, ты открыта прям к предложениям. Да, вот дело в том, что есть девочки, которые я, когда я вот два года начинала свои только-только джутовые корзины, я попробовала, написала несколько, мне отказали, у меня все, у меня сердце закрылось, я все, я не смогла, короче. Есть люди, которые могут написать стать человеком, получить сто раз отказ, и напишут они еще раз стать человеком. Ты не пережила отказ, да? Нет. Тяжело. Вот у нас, кстати, да, есть героиня Катя, она варит мыло. Я смотрела ее. Вот, и она как раз-таки тоже говорила, я кучу-кучу писала, я говорю, это молодец. А она, кстати, тогда дала хороший совет, она сказала, ну и что, ну откажет вам, ну никто же не скажет, что вы дура, ну откажет и все, а вы идите дальше, обязательно найдете кого-то. Катя, я с тобой полностью согласна, я тоже так, ну что, что откажут и откажут, я даже, ну вот мы с мужем там что-то делать, ну откажут, откажут, но когда отказывают, ты переживаешь. Тяжело, да? Да, вот эту вот внутреннюю боль, я не знаю, с чем это связано, ведь это изделие, ведь, ну не знаю, в общем. Не принятие тебя, да, тебе кажется, что как будто бы ты плохой человек, что-нибудь. Наверное, да, я переживаю такую бурю эмоций, что я даже не могу понять, что это такое, меня не приняли. Не знаю, я, я скорее всего, если я разобью это вот в хорошее, что когда я налажу прям, я бы, наверное, попросила человека, который может написать. Наняла бы кого-то, кто бы этим занимался, а ты бы только творила. Слушай, ну это каждому рукодельнику такого человека, потому что нам, нам создавать, а не продавать легко. Продавать нам всем тяжело, да. Это правда, это правда, продавать тяжело, и на самом деле хочется просто подарить. Ты говоришь, нисколько, бери так, а потом ты идешь, покупаешь на 10-15 тысяч материалов и думаешь... Почему я подарила, да? Ну как, а как продать, да? Да, да. Потому что стесняешься продавать свои работы? Не стесняюсь, потому что я каждому, вот мне кажется, я даже вот в Инстаграм я общаюсь с клиентами, с заказчиками, да, и я так к ним проникаюсь, как к друзьям за переписку. И уже хочется... У меня нет вот этого сухого размера, ага, окей, адрес, все, высылаю. Я прям спрашиваю, какого с интерьера, какие у вас... Я вот прям проникаюсь с человеком, и хочется подарить. Но я себя сдерживаю, беру деньги. Молодец. Это сложно, но я беру. Хорошо, что перекидывают сейчас на карту, а не вот так вот, руки в руки. Это вот нет, нет. Нет, на самом деле это очень важно. Слушай, ну это, мне кажется, вообще проблема многих рукодельников. Да, правда. Такая, что брать деньги за свою работу тяжело. Потому что вот даже сколько я снимала девочек, когда я спрашиваю, сколько стоит, всем неудобно сказать цену. Кроме того, многие в комментариях пишут, что я задаю бестактные вопросы, когда спрашиваю, сколько стоит изделие у мастера. Нет, мне кажется, это правильно. Нужен ориентир, потому что кто-то продает это свое изделие... Ну вот как в стрижках я сравниваю. У кого-то стрижка стоит 200 рублей, у кого-то 10 тысяч. Вот человек с временем стригся за 200 рублей, не спросил, пришел, сел, подстригся и отдал всю свою зарплату. Должен быть ориентир. Обязательно нужно спрашивать. Я считаю, что это важно. Спросить, потому что есть люди, которые смотрят. Я, например, вот тоже у Алины, да, ты снимала видео. Я знаю, что ее свечи стоят по 600 рублей. Да, я могу эту цену заплатить. У кого-то свечи стоят по 1500. Я думаю, ну, как бы сделаю сама. Ну, все, прицениваешься, да? Да. Это хороший вопрос. Я не знаю, почему люди... Не знаю. Все, Оль, пойдем. Пойдем. Про деньги поговорили. Да. Пойдем. Ты хотела показать, да, еще что-то? Покажу, как я храню... Как я решила проблему с носками с помощью своих корзин. У тебя прям проблема какая-то с носками? У меня, кстати, не было никогда проблемы. А у мужа была? Ты хоть что-то есть у тебя, у мужа какие-то минусы? И носки не разбрасывают. Вот, кстати, носки муж не разбрасывает, я разбрасываю. Но я знаю, что у многих девчонок мужа разбрасывает везде носки. У меня вообще... У меня муж аккуратненько кладет на ноутбук. Да, боже мой, да что же за человек-то у тебя идеальный? Да. Тьфу-тьфу на него. Да. Как? Подожди, но я не могу не обратить внимание на красный шкаф. Это я тоже сама делала. Вот это да! Да, это ремонт в этой комнате я тоже делала сама, перекрашивала мебель. Прелесть просто. Делала, да, этот самый зеркал. Мне очень нравится, выглядит супер. Вот как супер. Да, стену тоже делала сама. Класс! Это, друзья, кстати, тоже идеальная кошка. У меня на нее нет аллергии, представляете? Ну все, прости, прости, не мучай тебя. Ну пойдем, Оля. Тут все, я на все отвлекаюсь. У меня есть такая вешалка, у меня не было проблемы особой с носками, но у меня была проблема со стулом, которая ужасно некрасиво была завалена вещами. Я заказала такую вешалку и к ней вот такую сделала корзину, где у меня тоже могут быть носочки, колготки. Ну, колготки обычно я сюда вешаю, но в основном у меня в ней носки. Так, у меня все, у меня везде порядок. Ну как красиво! Оля, прелесть какая! Что это за шкафы-то были? Ой, это были обычные, вообще самые обычные шкафы, мы купили квартиру прямо с этой мебелью. Поэтому мне не жалко было ее немножко отдекорировать. Подожди, погоди, у тебя тут елка, вот это классная елка, такая большая, столько в ней игрушек. Вот это моя елка, я ее тестировала. Вот, сейчас ее закрою. Вот у меня елка, она сразу наряженная, и она год стоит наряженная. Но проблема произошла, проблема была в том, что она запылилась, все игрушки запылились. И я поняла, что если я буду продавать, я буду шить чехол. Сразу же чехол. Человек достал 30 декабря, там 15 января, ее повесил прямо в чехле. И нарядная, и чистая, и аккуратная, и не занимает много места, и стильная. Слушай, ну это вариант сразу для бездетных. Потому что у кого дети, наряжание, елки, это особая традиция, и своя атмосфера в этом есть. И это необходимо. Да, да. Оль, ну ты такая смелая, у тебя шкаф красного цвета. Да. Вообще, как ты решилась на такую перекраску? На самом деле, с нами раньше жил Сашин сын, и эта комната была его. И он хотел черную комнату, и ему нравится черный цвет и красный. Я говорю, ну давай там на всякий случай, темно-коричневую, но красный я сделаю. Потому что, ну что мебель, она, ее перекрасить можно в одну секунду. Три слова. Да, здесь нет смелости. Надо жить. Ну да, наверное. Ну вот я все равно бы не решилась, конечно. Слушай, какая скучная. Может, у тебя хороший яишка? Просто это, ну, мебель такая, или 10. Ну, как бы, конечно, если бы это было какое-то дерево, массив, я бы этого не сделала. Но это мебель, мы купили квартиру с мебелью, которая уже пожила. Здесь жила и маленькая девочка, подросток, она такая немножко расшатанная. Надо выразить свое творчество. Оль, ну еще есть что-то, что ты мне хотела бы рассказать? Ну, если ты хочешь посмотреть мои материалы, или что-то такое. А подожди, так, я думала, мы уже все посмотрели. То у меня здесь. У меня здесь много-много-много веревок всяких, вот которые, из которых я делаю либо панно, либо я делаю корзины, я покажу позже. Они у меня все подписаны, либо метраж я иногда подписываю. Ну, я иногда люблю порядок, всегда люблю порядок, но я его редко делаю. Ну, у меня чаще хаос из хаоса я творю. Вот там много-много всяких, вот видите, разных, разные совершенно веревочки. Вот из этой я плела дверцу на шкафчик, вот который мы увидели. Ну, прям у тебя столько запасов. А вон там, вон сверху у тебя прям, это что это такое, вот прям как катушка на черном? Катушка, вот из этого я шью круглые корзины. Сколько она стоит такая катушка? 1650 она стоит. О, так, ну это недорого, слушай. Да, но я обычно заказываю там 10-15 тысяч. Ну, просто я заказываю сразу много. Сразу весь шкаф заполнить, да? Боже ты мой, да сколько ж у тебя? Подожди, у тебя еще, наверное, есть где-то? Нет, у меня там наверху лежит только бумага. Бумага, из которой я делаю подделки. Так, это вот ты на свой стульчик делаешь? Да, я вставлю на свой стульчик. Это вот у меня вещи, которые я сделала. Вот то, что я продаю. Сейчас можем посмотреть. Где это все можно купить? Я продаю в Инстаграм, но возможно, может быть, когда-нибудь я опять начну заниматься с Эйти, но это не точно, это сложно. А почему ты хочешь на Ейти? Не знаю, просто хочется попробовать платформу эту. Я пробовала, и у меня ничего не получилось. И, возможно, я захочу еще раз. Заходи, давай, я не кусаюсь. Только чихаю от вас, косочки. Вот, у меня вот такие белые корзины есть. Это из хлопка. Сколько стоит? Я считала... 1900, по-моему. Давай дальше. Из джута вот такая поменьше с сольюном. 1800. Отлично. Вот. Вот это вот прошлое моя из фанеры. Это такие, они тяжелые. Тяжелые, да? Да, вот она маленькая, но она тяжелее, чем хлопок. Вот она покрашена внутри морилкой. Вот, но мне с сольюном, правда, очень больше нравится. Потом у меня здесь... Такая прикольная, цветная, можно и цветные делать. Смотри, вот это я вообще подумала делать. Вот такой декор на стены. Но мне не понравилось. Я попробовала, но мне не понравилась краска. Вообще, сейчас очень модно делать декор в виде блюдечек. То есть ты сшила корзину и потом раскрасила, да, рисунок нанесла? Да, да. Мне не понравилась краска, я буду дальше пробовать, тестировать. А что у тебя за краска? Краска... Акриловая, наверное? Акриловая, вот такая по ткани акриловая. Я для Леонарда покупала. Почему тебе не понравилась? Она, знаешь, блестит, как-то легла некрасиво. Вот она прям блестит. Не знаю, видно на камере? Да, видно. И мне хочется матовый, что-то, в общем, не то. Слушай, а ты не смотрела в Таире? У меня, кстати, был выпуск с... Наташей, что ли? Да, Наташей. Я смотрела, надо посмотреть, да, надо посмотреть. Я еще этим не занималась, а вот, ну, не хватает. Я теперь сама всегда, когда думаю о краске, друзья, я думаю, ну, все, только Таир. Да, я обязательно посмотрю. Вот еще вот такая вот тарелка на стену. Вот так, ну, вот я еще думаю, думаю, разрабатываю дизайн. Ой, сколько у тебя милых корзиночек. Вот такие у меня вот заказала девочка, типа, для конфет. Сколько стоит? 300, по-моему. Оль, у тебя есть подарок-то зрителям? Да. Есть, друзья. Я еще не знаю, что Оля будет дарить. Вот то, что вы видите в начале, мы-то записываем после видео. Вот прям по-настоящему в процессе съемки я узнаю о подарке. Ну, давай, что будешь дарить, Оля? Дарить я буду... Так, у меня два варианта подарка. Если это человек, цветочник, который любит, обожает цветы, и ему нужен подвес, он может любой у меня попросить подвес, который у меня есть. Либо это макраме, либо это минималистичный, либо это хлопок, либо джут. Ну, просто у каждого свой интерьер. Вот, а если там человек... То есть можно выбрать, да? Можно выбрать, да. Или корзиночку, да? Или вот я подарю вот такую джутовую корзинку. Это вот как у меня под полотенце. Красота. Вот, это из джута, такая малышка. Но она не маленькая, конечно, она просто низкая. Ну, мне кажется, самый такой входовой размер. Да. В нее, не знаю, может быть... Не маленькая, не большая, но... Да, не маленькая, не большая. Можно много чего вместить. Оля, ты знаешь, за что будешь дарить? Нет, кстати, еще. Не придумала, да? Не придумала, да? Ну, тогда, друзья, продолжайте смотреть видео, и в одном из моментов мы с Олей, когда придумаем, что вам какой-нибудь вопросик задать. Да, да. Да, то узнайте, что нужно сделать, чтобы получить подарок от Оли. Да, я вроде бы придумала, а потом опять забыла его. Надо было записать? Вспомним, да. Отлично. Все, вот такие корзины у меня. Классные, мне так нравятся светлые вообще. Да. Что-то в них такое есть, ты знаешь. Они очень классные. Вот. И сюда еще крышку можно сделать. А, еще и закрывают. Да, вот у меня... Слушай, стирать их можно? Нет, их нельзя стирать, потому что они деформируются и больше не восстановятся. Они, их очень сложно запачкать на самом деле. Их можно просто щеточкой намочить мылом хозяйственным, щеточкой потереть и смыть водичкой. Идеальная. Все, больше стиральная машина не нужна, потому что она деформируется. Но если вам нравятся более такие деформированные изделия, окей. Это лак, которым я... Ой, вот, кстати... Тебе не понравилось вчера эта краска. Да, ты видела, да? Друзья, я вчера перекрашивала до этой краски. Ужасная, вонючая краска. Господи, никогда ее не видеть. Она не акриловая, как будто бы. Да, я тоже взяла, потому что написано акрил. А оказалось, это вонючая обмаль. Обманули. Оль, ну я думаю, что мы с тобой все обсудили, да? Да. Давай прощаться уже. Оля, большое тебе спасибо, что пригласила меня в гости. Слушай, ну не стоит стесняться, что тебе нравятся разные виды рукоделия. И в самом деле нужно все пробовать и тестить. И я тебе хочу сказать, что когда ты найдешь свое рукоделие, ты будешь заниматься только им. Поэтому продолжай поиски. И даже если не найдешь и будешь заниматься всем разными видами сразу, ты просто будешь универсальный мастер. Это тоже должно быть. Не подстраивай себя под наших героев. И свое рабочее место, друзья, тоже. И вы тоже не подстраивайте. Мы все разные, но мы все можем заниматься творчеством. И у нас разные работы, но они все достойны внимания. Большое тебе спасибо, что пригласила меня в гости. Спасибо. И есть ли у тебя пожелания нашим зрителям? Спасибо большое, Катя, что пришла. Пожелания? Проявляйте свою творческую натуру. Я уверена, что она есть почти у каждого. Даже кто-то, кто говорит, что я вообще ничего не умею делать. Возможно, вы просто умеете петь. Или даже если вы не умеете петь, вы можете красиво что-то рисовать. Есть примитивное рисование. Проявляйте свое творчество. Это очень важно. И это приносит удовольствие. Очень большое. И поднимает вас на другой уровень. Пусть другой гениально играет нас на флейте, но еще гениальнее. Слушайте вы. И то, и то очень важно. У меня прям мурашки. Ты погугли. Никогда, никогда ни о чем не жалеете. Мне очень нравится. Я просто слышала это когда-то. Обязательно погуглю. Спасибо. Оль, и еще у меня следующий вопрос. У меня уже к героям целая куча вопросов. Как ты видишь свое творческое будущее? Я вижу мастерскую свою рабочую. Это вообще моя мечта с детства. Иметь какую-то комнату, мастерскую. Стеклянную желательно. И на природе. Я вот так мечтаю. И я бы очень хотела, конечно, чтобы мое творчество, мое хобби вылилось в такую какую-то монетизацию. Чтобы мне было приятно. Чтобы был отклик у людей. И, конечно, если это выйдет на какие-то объемы, я с удовольствием познакомлюсь с людьми, которые будут работать со мной рядом в мастерской в адекватном графике. По любви и по дружбе. И за деньги. То есть я вижу свое дело, что оно вырастет во что-то. Не просто в домашнее. Что ты ждешь от этого видео? Жду, что меня узнают, увидят и узнают о некоторых вещах, которых люди просто не знали. Например, что можно делать вот такие изделия из бумаги. Или можно... Макраме все знают. Например, джут. Вот никто в таком виде не видел. Что просто люди откроют в себе что-то новое. Оль, огромное тебе спасибо. Я была рада с тобой познакомиться. Давай, пока-пока. Спасибо, пока. А теперь конкурс. А теперь конкурс. Друзья, я хочу разыграть либо корзиночку круглую из джута, либо кашпо для цветов с подвесом. Вы выберите сами, какой вам понравится, который ближе к интерьеру. Но для этого вам нужно в комментариях рассказать свою историю. Как вы... Либо чем вы занимаетесь из рукоделия, либо какое-то у вас интересное творчество, как вы к нему пришли. Расскажите свою историю творчества и рукоделия. И наиболее интересное я выберу. И подарю вам подарок. Вы мне напишите, и я вам сделаю доставку. Доставка по России за мой счет. А если вы живете за границей, то вы оплачиваете доставку сами. Жду ваших комментариев, жду ваших историй. Мне очень интересно, уверена, вас много, тысячи, у каждого своя история. Очень жду ваши комментарии. Пожалуйста, пишите. Большое тебе спасибо. Давай. Спасибо, пока. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok